Прежде всего, то, что мы не успели завершить на предшествующем занятии, а потом перейдем к следующей теме. Итак, мы говорили о том, что вплоть до конца 80-х годов европейская интеграция разваливалась на основе той модели, которая соответствует концепции неофункционализма. То есть, в центре внимания стояли задачи интеграции экономической, но решались они уже и при помощи политических средств и инструментов, хотя в ограниченном масштабе. Однако, практика интеграции показалась, что даже достижение цели экономической интеграции в рамках сугубо преимущественных экономических подходов невозможно. И тот уровень сотрудничества, который имел место в рамках предшествующей модели, не позволял все-таки достигнуть тех целей, которые ставились изначально. То есть, создание единого экономического пространства, где бы свободно могли двигаться капиталы, товары и люди. И вот, с конца 80-х годов можно наблюдать постепенный переход на новую модель интеграции, которая соответствует концепции неофедерализма. Окончательно стало ясно в начале 90-х годов, особенно после подписания Моа-Астрийских соглашений, но так или иначе поворот стал заметен на рубеже 80-90-х годов. Сама концепция неофедерализма появилась гораздо раньше, она начала формироваться в годы Второй мировой войны, но идея европейского федерализма еще более старая идея. Эта идея насчитывает уже не одно столетие, и собственно говоря, и в средние века, и в новое время, так или иначе, она давала о себе знать. В первой половине 20-х века достаточно популярной была идея Соединенных Штатов Европы. Она озвучивалась многими политиками, учеными, о ней говорили и в разгар, и сразу же после окончания Второй мировой войны. Но идея Соединенных Штатов Европы – это идея традиционного классического федерализма. Она означала что? Объединение Европы по тому пути, по которому в свое время объединились Соединенные Штаты Америки. То есть из бывших колоний, ставших самостоятельными государствами, возникает новое федеративное государство. И именно такой путь означал реализацию лозунга Соединенных Штатов Европы. То есть вместо отдельных государств создание единого федеративного государства в рамках всего европейского континента. Но обозначая конечную цель, авторы этой идеи, собственно говоря, не отвечали на вопрос, а как же эту цель достигнуть, каким путем к ней идти. Создать сразу же полноценные федеративные государства, что вытекало из этого лозунга, на месте имевших многовековую традицию настоящего существования национальных государств. Сама задача по себе чрезвычайно сложная и не имевшая, собственно говоря, каких-то разработанных планов решений. Идея неофедерализма, концепция неофедерализма, концепция во многом принципиально иная. Одним из ее основоположников принято считать итальянского ученого Антонио Спиннелли, который еще в разгар Второй мировой войны предлагает свой план объединения Европы в будущем. Это план, в соответствии с которым Европа должна объединяться при сохранении суверенитета отдельных европейских государств, но на основе тех принципов, которые близки принципам федерализма. Что такое федеративное государство? Федеративное государство, в отличие от унитарного, это государство, которое состоит из нескольких относительно самостоятельных частей, обладающих многими признаками самостоятельности. Есть определенное разделение полномочий, функций между общим федеральным центром и отдельными, как у нас принято говорить, субъектами федерации. Есть система органов исполнительной, законодательной и судебной власти на федеративном и на уровне отдельных частей, отдельных субъектов федерации. Есть, скажем, в любом федеративном государстве общий федеральный парламент и законодательные органы власти отдельных субъектов федерации. Есть общий федеральный правительство, есть исполнительная власть, есть судебная власть общий федеральная, есть судебные органы на местном уровне. Они действуют как единые системы, но у них есть разделение полномочий, разделение функций. Есть правовая система на уровне федерации в целом и на уровне отдельных субъектов федерации. Ну, в отдельных федерациях законы отдельных субъектов могут существенно различаться. В Российской Федерации тоже, например, сегодня есть различия законодательных актов, принятых разных субъектов федерации, но она может быть не столь заметна, как, например, законодательство отдельных штатов Соединенных Штатов Америки, где, скажем, в одних штатах есть смертная казнь, а в других штатах она отсутствует. Тут, значит, у нас это решается на федеральном уровне, там решается на уровне штатов. Есть общая денежная система. Есть общая бюджетная фамилия политика в рамках федерации, но есть бюджеты отдельных частей федерации, которые формируются и выполняются самостоятельно. Есть налоги общефедеральные, а есть налоги местные, которые идут в соответствующие бюджеты, и здесь между ними есть определенное соответствие. То есть федеративное устройство предполагает большую самостоятельность отдельных частей государства, предполагает разделение полномочий, функций, но при этом означает наличие общего политического и правового и экономического пространства. Ведь в федеративном государстве нет внутренних барьеров, границы, которые есть между частями федерации, абсолютно прозрачны, и для граждан федерации ничего, ровным счетом, не означают. Они свободно их пересекают. Есть общее гражданство федерации, в то же самое время в некоторых случаях в Мексике есть институт гражданства отдельных штатов. То есть, но при этом любой гражданин любого штата, отременно является гражданином государства в целом. Идея Спиннери заключалась в том, что раз стоит задача европейского единства, интеграции Европы, то идти к этой цели необходимо не обязательно через упразднение суверенитета отдельных частей самостоятельных государств, а через объединение на основе создания общих европейских институтов, которые бы позволяли бы сделать из Европы единое целое, не нарушая суверенных прав каждого отдельного государства. То есть не надо упразднять то, что есть, а надо надстраивать на теми государствами, которые есть, общие европейские институты. Нужно создавать европейский парламент, европейский суд, европейское правительство, создавать европейское право, создавать единую европейскую денежную единицу, которая бы функционировала везде и всюду. Тогда таким образом внутренние барьеры, внутренние границы исчезнут. Но полного слияния здесь не будет, так же как нет полного слияния, полной унификации в рамках федеративного государства между его отдельными частями. Каждое государство сохраняет ту долю самостоятельности, ту степень суверенитета, которые необходимы, передавая на уровень общеевропейских институтов только то, что необходимо в данный момент, только то, что нужно для того, чтобы получать выгоды от объединения, от интеграции. Но эти идеи носили абстрактно-теоретический характер до того момента, пока они не стали использоваться для принятия практических решений. В конце 80-х годов уже кое-что из того, о чем писал Сорейн Спиннелли, в рамках Европейского экономического сообщества было достигнуто, хотя и не в полной мере. Стали складываться в рамках предшествующей этапа интеграции общеевропейские институты. Но они функционировали как институты, как органы обычной, по сути дела, международной организации. Например, существовал уже тогда Европейский парламент. Но Европейский парламент, вплоть до начала 90-х годов, представлял собой лишь межпарламентскую ассаблею государств, участников Европейского экономического сообщества. Межпарламентская ассаблея есть в любой международной организации. Есть в межпарламентской ассаблее, например, в СНГ, в Евросийском экономическом сообществе, в Евразии, то есть то, что здесь находится рядом, в Таврическом дворце. Межпарламентская ассаблея есть в многих других организациях. Они представляют собой органы, где представлены депутаты национальных парламентов, государств, членов организации. Их не специально туда избирают, а делегируют для работы в такого рода структурах. Была комиссия европейских сообществ, которая выполняла роль оперативного исполнительного органа европейского экономического сообщества. Складывали системы европейских судов различного уровня. Для удобства расчетов, для облегчения условий взаимной торговли и инвестиций, была создана единая расчетная единица денежного европейского экономического сообщества, ЭТЮ, которая представляла собой некую абстрактную единицу, которая, однако, активно использовалась в расчетах и помогала решать сугубо экономические вопросы. Так вот, Мастрецкие соглашения означали качественное преобразование многих институтов и начало нового этапа интеграции. Это что? Это избрание полноценного европейского парламента непосредственно гражданами государств-членов ЕС, преобразование сового европейского экономического сообщества в Европейский союз. Это введение в перспективе, как было определено, единой денежной единицы Европейского союза. Это дальнейшее развитие европейского права. Это становление института общеевропейского гражданства. Ну и если посмотреть на процессы, которые шли в конце 90-х годов, в начале 21 века, они как раз и соответствовали идеям и принципам неофедеральной, неофедералистской концепции интеграции. То есть строительство институтов общеевропейских, передача им части функций и полномочий, которые раньше были на уровне национальных государств. И за счет этого более тесное объединение, более тесная интеграция, прежде всего экономическая, которая одновременно поставила поездку дня задачи интеграции более высокого плана. Это формирование общей внешней политики, политики безопасности Европейского Союза. Это углубление сотрудничества не только в экономике, но и в других сферах. Это получение дальнейших выигрышей из интеграции, которые давали странам ЕС преимущество в конкурентной борьбе на мировой арене. Вполне естественно, что поскольку интеграция привела иной размах и иное содержание, встал вопрос о изменении механизмов принятия решений, о перестройке многих управленческих структур внутри Европейского Союза. Так или иначе, на смену комиссии европейских сообществ должен был прийти более полноценный орган, призванный решать практические задачи сотрудничества и развития стран ЕС. Поэтому начался длительный и сложный процесс выработки новых нормативных документов, которые бы определяли порядок функционирования европейских институтов и, прежде всего, принципы и способы принятия в них решений. Те подходы, которые имели в прошлом, которые соответствовали от прежней модели интеграции, уже больше не годились. Однако, как мы знаем, этот процесс натолкнулся на сложности. Документ, который получил название Европейской Конституции, не был поддержан на референдумах ради стран-членов Европейского Союза. Затяжка с принятием документа привела к тому, что он уже потерял перспективу для своей реализации, начались новые переговоры, которые в итоге провели, как известно, подписание Лиссабонского договора, идеи которого сейчас и реализуются в празднике Европейского Союза. Однако, как мы знаем, дискуссии по поводу принятия Европейской Конституции, разработки Лиссабонского договора выявили серьезные разногласия противоречия внутри Европейского Союза. Трудности и противоречия проявились в последние месяцы и недели уже в условиях мирового финансово-экономического кризиса, когда мы знаем, что некоторые страны ЕС оказались на грани серьезных проблем, возникла необходимость оказания им помощи, и вот здесь в руке Европейского Союза возникли тоже, опять же, разногласия. Все эти события, как связанные с принятием Европейской Конституции, как с разработкой и принятием Лиссабонского договора, споры вокруг путей выхода из мирового финансово-экономического кризиса, привели к тому, что появились суждения о том, что интеграция европейская натолкнулась на серьезные препятствия, стали появляться суждения о том, что у Европейского Союза нет перспективы, что начнется дезинфляционный процесс, разрушится зона евро и так далее и тому подобное. Почему вообще такие разговоры возникли, почему действительно реальные трудности в развитии ЕС в последние годы проявились? На мой взгляд, для того, чтобы понять, что происходит, надо вспомнить еще одну концепцию интеграции, которая в 60-е годы была разработана. она связана с именем американского политолога Карла Дойча. Эта концепция, которая исходит из возможностей двух типов интеграции. Один тип интеграции, по мнению Карла Дойча, должен приводить к созданию так называемого плюралистического сообщества, то есть сообщества, где отдельные элементы сохраняют очень большую долю самостоятельности, отличия друг от друга. Это плюрализм, это различие, так сказать, качественных характеристик, которые есть у участников интеграционного процесса. Второй тип интеграции должен ввести к созданию того, что Карл Дойч назвал амальгамным или амальгированным сообществом. Амальгамное сообщество, это сообщество, если иметь в виду термин амальгама, сплоченное, глубоко интегрированное. Амальгама это сплав, это то, что уже не несет в себе черт отдельных элементов, где они сплеваются в единую массу. То есть плюралистическое сообщество, это объединение, где есть общие интересы, общие цели, но полного единства, полного должностства нет. Очень большие различия сохраняются между участниками. Они достигают согласия по каким-то отдельным вопросам, но сохраняют большую самостоятельность других вопросов. Амальгамное сообщество, это сообщество, где интересы цели тесно переплетаются, где между участниками исчезают прежние существенные различия, где они представляют собой уже нечто единое, нечто целое. Для того и другого типа интеграции необходимы оговоренные Карлом Дойчем условия. для первого типа достаточно, чтобы между участниками интеграции, между государствами, участвующими в интеграции, не было бы непреодолимых различий. Необходимость, чтобы элиты и лидеры этих стран активно интеграционные идеи поддерживали и были способны проводить их в жизнь. Необходимость, чтобы население активно не сопротивлялось, не саботировало процесс интеграции. Для второго типа интеграции необходимы более серьезные условия. Здесь недостаточно, чтобы элиты и лидеры активно участвовали в интеграционном процессе и создательных к нему стремились. Здесь необходимо, чтобы между участниками интеграции, между самими государствами были бы существенные изначальные элементы сходства. Чтобы они были похожи по уровню экономического развития, по своим политическим системам, культурным традициям. Необходимо также, чтобы население активно поддерживало процесс интеграции, не просто было пассивно по отношению к нему, не выступало бы активно против, а наоборот активно поддерживало, было бы готово идти на какие-то жертвы, на какие-то издержки ради достижения общих целей. Так вот, если иметь в виду тот тип интеграции, который был избран в рамках Европы, это то, что по Карлу Дойчу соответствует целям создания амальгамного сообщества. Европейский Союз должен превратиться по идее в нечто единое целое, хотя в экономическом смысле, чтобы выступать на мировой арене как самостоятельный центр с общими интересами, чтобы внутри Европейского Союза было бы достаточно тесное единство общее пространство политическое, экономическое, правовое и так далее. Но для этого, чтобы этого достигнуть, необходимо изначально, чтобы государства, участвующие интеграции, были бы похожи друг на друга, необходимо, чтобы население этих стран активно идеи интеграции поддерживало, необходимость, чтобы элиты, лидеры, естественно, активно к этому стремились и соответствующим образом действовать. И, в общем-то, до начала 90-х годов в основном европейская интеграция соответствовала этим условиям. изначально европейское экономическое сообщество вошли государства Западной Европы, которые, по-вашему счету, были весьма схожи между собой. У них были однотипные экономические системы, однотипные политические системы. Они, так или иначе, были близки друг к другу в историческом, культурном отношении, хотя это не означает, что они были одинаковыми, они были близкими между собой. Но если мы вот так чисто визуально посмотрим на Западную Европу и сегодня, и в прошлом, внешне, мы не увидим каких-то различий, проезжая через одну или другую европейскую страну. Это само по себе говорит о том, что они схожи, они имеют где-то общие черты в экономике, в политике, в культуре, что предупреждено прежним историческим развитием. Уровни экономического развития были неидентичны, но вполне сопоставимы. Были отдельные зоны бедности, отсталости, но они относительно общего европейского пространства были достаточно невелики. И в рамках европейской интеграции происходило выравнивание уровня развития. Ведь если мы возьмем 50-е годы создания по Римскому договору европейского экономического сообщества 60-е и 70-е годы, то мы увидим, что серьезные прошли изменения. Италия, которая на общем фоне конечно в то время выделялась, постепенно стала с другими западноевропейскими странами свои различия преодолевать. в самой Италии. Италии за эти годы прошло существенное снижение разрыва между севером и югом, которые традиционно там имели место. Почему? Потому что это было следствием всего процесса европейской интеграции, где одна из целей была выравнивание уровня развития и предоставление помощи тем регионам, тем районам, тем территориям, которые по каким-то причинам от общего уровня отставали. Ну вот в начале 90-х годов процесс европейской интеграции связан с углублением сотрудничества, переходом интеграционного процесса на новую модель одновременно все это совпало с расширением Европейского Союза. Качество и количество пришли здесь в определенное противоречие. Дело в том, что, как мы знаем, появились планы приема Европейский Союз государств Центральной и Восточной Европы, которые в 90-е годы совершили переход от плановой командной экономики к рыночной и от прежних коммунистических политических систем к демократическим. Вообще изначально говорилось о том, что не все государства Восточной Европы, Центральная Восточная Европа годятся по своим критериям для полноценного участия в интеграции. Однако в конечном итоге победила иная точка зрения. Она исходила из того, что Восточная и Центральная Европа в посткоммунистический период оказалась в зоне потенциальной конфликтности. События на Балканах показали, что это может привести к самым печальным последствиям. И отсюда появляется мнение о том, что лучше эти государства включить состав Европейского Союза для того, чтобы избежать тех последствий, которые имели место. К тому же были иные точки зрения, которые тоже сводились к тому, что Восточная Европа должна быть включена в процесс экономической интеграции, хотя бы уже потому, что одновременно восточно-европейские страны стали активно присоединяться к Северо-Аллиническому блоку. Как результат, в состав Европейского Союза в 90-е годы были включены государства, которые изначально по своим цивилизационным, экономическим и прочим показателям отличались от большинства стран Западной Европы. Недаром в Польше, недаром во Франции, другие страны Западной Европы стали проявляться страхи по поводу того, что из Восточной Европы приедут множество работников, которые отнимут у коренных жителей их работу, стали появляться опасения по поводу того, что придется платить большие налоги, и поэтому отношения рядовых граждан Европейского Союза к процессам расширения часто были негативными. Это сыграло свою роль в том, что население в ряде стран проголосовало на референдуме против Европейской Конституции. Ну и то, что дискуссии и разногласия возникли в процессе обсуждения и Европейской Конституции, и Лиссабонского договора, тоже говорили об этом. Ведь что получилось? Кто, например, больше всего возражал против общеевропейских документов, кто больше всего занимал особую позицию, что мешало достигнуть Конституции. Скажем, Польша и другие государства Восточной Европы. То есть между ними и странами старыми членами ЕС стали возникать и проявляться разногласия. Но дело не только в Восточной Европе. Возьмем ту же самую Грецию. Греция вошла в состав Европейского Союза, создавающего Европейского экономического сообщества, конечно же, существенно отличаясь от стран Западной Европы. Но в тот период Европейская интеграция предполагала помощь более отсталым странам. Источниками этой помощи была прежде всего тогдашняя Западная Германия, которая активно поддерживала Европейскую интеграцию своим кошельком. И, кстати, до сих пор многие страны Восточной Европы, другие страны, ЕС, которые по своим критериям отстают от общего европейского уровня, по-прежнему смотрят на ФРГ как на источник возможной помощи, что проявилось в последнее время. Кому обратилась Греция, на кого она в первую очередь оборитировалась? На ФРГ, на то, что именно ФРГ может оказать существенную помощь в выходе греческой экономики, греческого бюджета из того положения, в котором они сейчас оказались. Однако ФРГ современная, хотя она больше по размерам, по населению, по макроэкономическому потенциалу, чем ФРГ, прежняя малая Боннская республика, сама ФРГ сегодня не способна оказывать ту поддержку другим социалам ЕС, что было раньше. Ведь до конца 80-х годов Западная Германия была динамично развивающимся государством, Которая не занимая заметного места мировой политики, вошла в число ведущих экономических держав мира. ФРГ располагала ресурсами, которые могли пойти на внешние цели и активно этим занималась. Сейчас ФРГ не решила задач преодоления последствий объединения Германии. До сих пор из бюджета ФРГ огромные суммы выделяются на поддержку новых бывших территорий Германской Демократической Республики. Население западных земель плавит дополнительные налоги, которые идут на эти цели. В этой ситуации у ФРГ нет лишних денег для того, чтобы оказывать помощь другим членам Европейского Союза. У населения ФРГ и без того замученного высокими налогами нет желания еще больше раскошироваться в пользу уже не немцев, а кого-то другого. И поэтому надежды на такую помощь часто не оправдываются, что вызывает разочарование у нового члена ФРС, усилует разногласия, которые там имеют место. качество углубления интеграции наталовалось на количество нарушения числа Челевых Европейского Союза. Условия, о которых говорил Карл Дойч, в данном случае были нарушены. Это мы должны признать. Отсюда те трудности, которые сейчас европейская интеграция встретила. Как итог, например, такие цели, как создание общей внешней политики, политики безопасности, до сих пор не решена. Об этом даже сейчас меньше говорится, чем несколько лет назад, поскольку возникли другие проблемы, которые это заслоняют. Ну, очевидно, что в конечном итоге трудности, которые сегодня возникли, преодолимы. Но несомненно и то, что процесс углубления интеграции замедлился вследствие этого. Но сейчас, например, в рамках ЕС далеко не все государства входят в зону евро, что вполне понятно, поскольку не все к этому готовы. Нынешние трудности поставили под сомнение саму целесообразность вхождения в эту зону. Например, говорится, что если Греция бы в эту зону не входила, то она бы могла самостоятельно легче найти выход из положения. С другой стороны, и другие государства зоны евро тоже часто высказывают мнение о том, что самостоятельно они могли бы лучше справиться с нынешними трудностями. В этой ситуации расширение зоны евро в ближайшее время на уровень всех членов ЕС вряд ли возможно. Очевидно, что процесс дальнейшего расширения Европейского Совета тоже сейчас станет вопросом серьезного обсуждения. Из ближайших кандидатур, которые могут быть рассмотрены, о которых может быть идти речь, это государства Балканского полуострова. Часть из них уже стали членами ЕС, другие находятся в непосредственной очереди. Вот эти государства вполне возможно еще и получат членство в Европейском Совете, поскольку это связано с политическими обмогом соображениями. Например, перед Сербией стоит дилемма какая? Если Сербия получает место в ЕС, Сербия должна согласиться с ситуацией вокруг Косово. Это некая приманка, которая в данном случае используется и она может быть действенной. А вот что касается расширения ЕС в более широком масштабе, то это сегодня очевидно как минимум задача очень-очень отдаленного будущего, если она вообще может быть актуальной. Турция, которая уже не одно десятилетие стучится в двери Европейского экономического сообщества Европейского Союза, очевидно, так в эти двери будет стучаться еще очень-очень неопределенно долгое время. Вряд ли реальные членства ВЕС таких государств Восточной Европы, как, скажем, Украина, которая по своим размерам, по своей территории, по своему потенциалу слишком велика для того, чтобы в нынешней ситуации рассчитывать на полноправленное членство ВЕС. И это, очевидно, должны сегодня все понимать, и из этого исходить, и из этого делать расчеты на будущее. Ну, интеграция в мире имеет место не только в рамках Европы. Так или и так, еще процессы глобализации поставили в поездку дня необходимости интеграции на региональном уровне. План интеграции есть в Южной Америке, Восточной Азии. Эти планы есть и на постсоветском пространстве. Так вот, когда говорится об интеграции на постсоветском пространстве, нужно не просто рассуждать о прожном единстве, о имевшихся местных связях, а использовать теоретико-металлические подходы, которые известны в мире, тот опыт, который имеет место. Ну, об этом мы поговорим отдельно, когда у нас дело дойдет до вопроса развития международных отношений на постсоветском пространстве. Теперь же с определенным опозданием мы должны перейти к следующей теме, а именно теоретические дискуссии по вопросам мировой политики и международных отношений после окончания Холодной войны. Теоретические дискуссии по вопросам мировой политики международных отношений после окончания Холодной войны. Здесь мы рассмотрим четыре вопроса в этой теме на этом и на следующем занятии, а именно первый вопрос концепция конца истории Фрэнсиса Факуямы. Второй вопрос концепция столкновения цивилизации Самуэла Хантингтона. Концепция столкновения цивилизации Самуэла Хантингтона. Третий вопрос диопаретических концепции Збигнева Бжезинского. Диопаретические концепции Збигнева Бжезинского. И четвертый вопрос миросистемный анализ Эммануила Валерстайна. Миросистемный анализ Эммануила Валерстайна. Ну, в общем-то Последние 20 лет шли и идут споры о том, каково основное содержание мировой политики в новых условиях, что изменилось в мире после окончания холодной войны, каковы перспективы общемирового развития. Естественно, что здесь высказываются разные позиции, разные точки зрения. Мы остановимся на тех концепциях, которые привлекли в мире к себе наибольшее внимание в последние десятилетия. Когда-то они были совершенно новыми и вызвали оживленную дискуссию. Сейчас они уже привлели некий классический характер. Не все из этих концепций сегодня разделяются и самими авторами в полной мере. Но так или иначе, они характерны, непоказательны. Именно они обратили внимание на наиболее важные проблемы современного мирового развития. При этом каждый из этих авторов, о которых вы можете говорить, представляет собой одну из традиций, одно из направлений в истории политической мысли, связанной с изучением международных отношений. Факуяма можно представить как продолжателя либеральной традиции, Хантинтона как реалистической, Бжезинского как геополитической, а Валерстайна как наиболее видного представителя неум российского направления в современной политической науке и социологии. Факуяма Главной проблемой, которая волновала долгие годы, была проблема предотвращения новой мировой войны. Такая опасность существовала в 50-е, 60-е годы. Теоретически о такой опасности говорили и в более поздний период. Но, с другой стороны, сама холодная война стала привычной. К тому же, те формы, в которых она велась в последние десятилетия, перестали представлять какую-то реальную опасность для сохранения мира. Поэтому, все прогнозы относительно развития международных отношений, относительно тенденций мировой политики, наконец, с 20-го, начало 21-го века исходили, в общем-то, из сохранения существующего положения вещей. Прогнозировали, что, скажем, потенциал США там несколько уменьшится, относительно потенциала других центров силы. Вот растет роль Европейского Союза, Европейского экономического сообщества, да еще. Вот растет роль Китая. Но, никто из серьезных ученых не прогнозировал того, что там распадется Советский Союз. Все прогнозы с начала 21-го века, они основывались на том, что биполярная система в том или ином варианте сохранится. Поэтому, когда в конце 80-х годов наметились изменения в Советском Союзе, в социалистическом лагере, это сразу же породило вопрос о том, а что же будет дальше. Чего можно ожидать в мировой политике конца 20-го, в начале 21-го века. Так вот, первым, кто попытался дать ответ на возникающий вопрос, был американский политолог японского происхождения Фрэнс Фукуяна. В 1988 году в журнале Foreign Affairs появилась вот статья под названием «Конец истории». Она сразу же привлекла к себе внимание, не только в США, но и в других странах. Ее перепечатали десятки журналов по всему миру, но только в Советском Союзе, вспоминаю в этом, ее напечатали одновременно в журнале «США. Экономика и политика» и «Вопросы философии». То есть, не прошло нескольких месяцев после ее выхода в США, как она уже появилась на русском языке, на других языках мира во многих странах. И это вполне понятно, потому что в то время статья воспринималась как что-то необычное, сенсационное, на фоне тех представлений, которые до этого имели место. Фукуяма констатировал, что мировая политика XX века была преимущественно связана с борьбой идеологии. Именно идеологический фактор определял политические процессы в мире. Идеология влияла на экономику, на политическое устройство государства мира. Идеология же проявляла себя и в международных отношениях. В первой половине XX века, в середине века, на первое место вышла борьба либерализма и фашизма, по мнению Фукуямы. С поражением же фашизма на первое место выходит противоположство либерализма, либеральной демократии и коммунизма. Холодная война это как раз борьба либерализма и коммунизма как идеологии, как систем во всемирном глобальном масштабе. Однако, по мнению Фукуямы, эта борьба стала подходить к концу. Об этом, по его мнению, свидетельствовали те изменения, которые происходили в крупнейших коммунистических государствах того мира, в Советском Союзе и Китае. В Советском Союзе стали говорить о экономических реформах, о перестройке. Эти реформы, по своей сути, идут в разрез самой коммунистической идеологии. А в Китае эти реформы уже начались реально, и они на практике означают отказ от коммунистических принципов организации экономики. Почему это произошло? Потому что на основе коммунистической идеологии эффективной экономики создать не удалось. И значит, реформы, которые идут в разрез с марсистским учением, по своей сути, означают то, что коммунизм расписывает свои неспособности решить экономические вопросы. И значит, споры исторические между коммунизмом и либерализмом завершаются в конечном итоге победой последнего. Конечно, констатировал Фукуяма, коммунистические партии сохраняют власть и в Советском Союзе, и в Китае. Ну, речь шла о 88-м году. И они эту власть, по его мнению, могут сохранять еще достаточно долго. Но это ничего, ровно счета, уже не будет значить, поскольку коммунизм перестает быть альтернативой общественного развития. Рано или поздно все страны, все народы мира придут к общим универсальным ценностям. Это ценности либеральной демократии и рыночной экономики. Нет больше спора о типах политического и экономического устройства. Нет споров о направленности и перспективах общественного развития. Значит, впереди человечество ожидает объединения на основе универсальных принципов либерализма. Что в перспективе позволит решить те проблемы, которые не находили решение в прошлом. Можно будет объединиться ради решения глобальных проблем, ради преодоления бедности, отсталости. Общими усилиями найти пути решения конфликтной ситуации в мире. Мир был небезопасным. Мир был наполнен многими угрозами, вызовами. Почему? Потому что шла холодная война. Она подпитывала различные мелкие конфликты. Она спасла сохранение напряженности на глобальном уровне. Теперь этого не будет. Ресурсы, которые шли на взаимное уничтожение, борьбу, будут направлены на позитивные, на жизненно важные для людей цели. Международные институты, которые разрывались с противоречиями имевшего место в мире, теперь будут функционировать на общей основе. Их эффективность возрастет. И за их помощью можно будет решать те проблемы, которые пока на уровне межгосударственного сотрудничества решать не удается. По сути дела, в Гуяме о чем идет речь? О том, что история завершается. Покуяма в данном случае берет старую идею Деделя. Ведь Гегель, мы об этом говорили, писал о том, что пока история не завершилась, конфликты в принципе не устранимы. И, следовательно, вечного мира быть не может. История по Деделю – это процесс движения человечества к какому-то конечному абсолютному идеалу. Пока он не достигнут, идет борьба противоположностей. А раз так, то никакого спокойствия, никакого мира вечного быть не может. Но если это достигнуло, то вечный мир наступает. И вот у Фукуямы эта идея возвращается. На протяжении предшествующего развития человечества была история. История, связанная с борьбой разных интересов, идей, ценностей. Теперь же люди делают окончательный выбор. Человечество начинает двигаться, в конечном итоге, к единому знаменателю. Объединяется на основе универсальных ценностей. Значит, борьба прекращается. История завершается. История завершается побитой либерализма во сибирном масштабе. Политические и экономические системы всех стран мира со временем становятся однотипными. Разногласий и противоречий между ними уже прежних не будет. И значит, все, что было плохое, остается в прошлом. Впереди нас ждет некий золотой век, где проблемы человечества найдут свое окончательное решение. Концепция Фукуямы отразила те оптимистические ожидания, которые стали нарастать в мире в конце 80-х годов. Ведь холодная война, если иметь в виду противоборство, в том числе и военное, между сверхдержавами, блоками военными, стала идти к завершению. В конце 80-х годов наметилось сотрудничество во многих сферах. И опасность конфронтации стала все больше и больше уходить в прошлое. И вот эти процессы поразили ожидания, что в будущем будет еще лучше. Что все, что было плохое, уточняя угроза войны новой, осталось в прошлом. Все, что не могли решить до сегодняшнего дня, будет решено. И действительно, в конце 80-х, начале 90-х годов были крупные подвижки в решении ряда старых конфликтных ситуаций. Например, удалось регулировать ситуацию в Камбодже. Были сделаны серьезные шаги на пути ближневосточного урегулирования. Как раз конец 80-х, начало 90-х годов, это достижение ряда важных соглашений. Изменение структуры самого ближневосточного конфликта оказалось в 92-м году, что этот конфликт, но не сегодня, а завтра найдет свое полное разрешение. Ожидания были высокими. Концепция Факуямы это отразила. И о конце истории, как о победе либерализма стали, многие активно говорят в начале 90-х годов. Но прошло несколько лет после того, как Холодная война, ну, кстати, когда завершилась Холодная война, это определенная загадка истории. Потому что есть много вариантов, много дат называются. В качестве окончания Холодной войны называют. Падение Берлинской стены в ноябре 1989 года. Развал Советского Союза в декабре 1991 года. Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Называются другие даты. Ну, в том числе, вот, журналисты могут здесь вообще допускать вольности. Недавно, буквально в прошлой неделе, читал о том, что подписание договора о стратегических наступательных вооружениях очередного между Россией и США, это и есть окончание Холодной войны. То есть, вот, ее сроки здесь разбрасывается от 1989 года вплоть до нынешних дней. Значит, поэтому единой точки зрения нет. Но так или иначе, это рубеж 80-90-х годов. И Берлинская стена, и Агрустский пункт в СССР, и распад социалистической системы в Восточной Европе, и распад Советского Союза. Все это вехи, которые означали преодоление прежнего периода международной политики, начало нового. Но начало 90-х годов оказалось не таким радужным, как это незадолго до этого представлялось. Вместо ожидаемого преодоления конфликтной ситуации, мир столкнулся с новыми конфликтами. Причем там, где это никак раньше не ожидалось. Ну что происходило в начале 90-х годов, вспомним. Это что? Это конфликты на территории бывшего СССР, на Горный Карабах, например, Пренестровская республика. Это конфликты бывшей Югославии, Боснии, Грессаговина, Хорватия, Косово. При этом отнюдь не изменилась к лучшему ситуации в многих традиционных зонах конфликтов в мире. Это Индопакистанский конфликт, Ближневосточный конфликт, Юго-Восточная Азия. Все эти события никак не соответствовали выводам Фукуямы. Никак не подтверждали его точку зрения. Что мир не пришел к единому знаменателю, не стал объединяться вокруг общих ценностей. А по-прежнему стал раздираться разными противоречиями, но часто иного характера. И вот ответом своеобразным на концепцию Фукуямы стала концепция Хантингтона, концепция столкновения цивилизации. Фрэнсис Фукуяма, кстати, впоследствии, несколько лет назад, дезавуировал свою точку зрения. Он писал, говорил о том, что конца истории не наступило, и это, в общем-то, если и есть, то весьма далекая перспектива. Но в начале 90-х годов немало было тех, кто его позицию разделял и проявлял оптимистические представления о ближайшем будущем. Так вот, ответом на все это стала статья Самуэла Хантингтона, которая была опубликована в том же самом журнале Foreign Affairs в первом номере за 1993 год. Хантингтон, пожалуй, один из самых крупнейших политологов последних десятилетий. В конце 2008 года он ушел из жизни, но, в общем-то, его имя, я думаю, останется в политической науке еще не одно десятилетие. Он известен своими работами в области проблем модернизации развивающихся стран. Широкую известность получила в последние десятилетия его концепция третьей волны демократизации. Но, пожалуй, наиболее известен он именно как автор концепции столкновения цивилизаций. В 1993 году Хантингтон опубликовал статью, а в 1996 году развернул ее в целую книгу «Столкновение цивилизации и преобразование мирового порядка». И работы Фукуямы, работы Хантингтона, работы Бжезинского, работы Лерстайна широко издавались в последние годы у нас в России в разных вариантах. С ними со всеми, естественно, можно и нужно знакомиться по-прежнему. Ну, что касается постановки вопроса в первой статье Самуэла Хантингтона. Хантингтон согласился с Фукуямой относительно того, что мировая политика первой половины XX века была связана с борьбой идеологии. Эта борьба идеологии продолжалась и вплоть до конца XX столетия. Но задавился вопросом Хантингтона, откуда эти идеологии произошли? Все эти идеологии родились, в общем-то, в одном и том же месте. Это Западная Европа. Там появился и либерализм, там появился и социализм, коммунизм, там появился фашизм. А уж потом эти идеи в той или иной степени стали распознаняться по всему миру. Такое положение отразило ситуацию, когда страны Запада, страны Европы, страны Запада в широком смысле слова, играли решающую роль в мировой истории. Именно страны Запада были субъектами исторического процесса, а все остальные были его объектами. Даже мировые войны XX века и то начинались как войны стран Запада, а уж потом превращались в общем-мировые войны, куда остальные страны народа втягивались в силу обстоятельств. И борьба двух мировых систем во многом определялась борьбой стран, так или иначе связанных исторически с Западом в той или иной степени. Ну вот холодная война действительно завершилась. Одна из противостоящих систем развалилась, и прежнее деление мира по политико-идеологическому принципу утратило свое значение, свой смысл. Однако это не означало, что в мире воцарился покой и установилась прочная безопасность. На СМИДу старых проблемы и угроз пришли новые. Оценивая то, что происходило в начале 90-х годов, Хантингтон делает вывод о том, что на смену политико-идеологическому размежеванию мира пришло размежевание по цивилизационному принципу. Конфликты, которые начали происходить в мире в начале 90-х годов, это конфликты на цивилизационной основе. Это конфликты между мусульманами и христианами на городе Карабахе, между православными католиками и мусульманами на территории бывшей Югославии. Конфликты, это еще ранее зародившийся конфликт между индуистами и мусульманами на границе Индии и Пагестана. Это конфликт между арабами, мусульманами и евреями в Палестине. То есть это конфликты, где в основе лежит несовпадение различия цивилизационных основ. И делает вывод Хантингтон. Будущее мировой политики связано с конфликтами этнического характера на локальном уровне и цивилизационными конфликтами на глобальном. Значит, именно цивилизационный фактор, прежде всего, исторической цивилизации будет играть решающий роль в политике 21 века. В отличие от того, что было в 20-м. В своих работах Хантингтон пошли этот анализ основных цивилизаций современного мира. Понятие цивилизации, как известно, понятие одно из самых неопределенных в общественных науках, поскольку термин цивилизации используется в самом разном контексте. Для Хантингтона цивилизация – это социокультурное общество самого широкого общего плана. Заметить, отличие и цивилизационную близость можно лишь на значительном расстоянии от самого объекта наблюдения. Как пишет Хантингтон, если мы будем находиться в Нигерии, то мы будем различать людей по тому, к какому племену они относятся. Если мы будем в Лондоне, то мы будем оценить людей с черной кожей по тому, из какой страны Африки они прибыли. И племенные различия при этом уже нас волновать не будут, мы их замечать не сможем. В Нью-Йорке мы будем различать людей с черным цветом кожи по тому, являются ли они коренными американцами и афроамериканцами, либо они являются выходцами из Африки. А в других частях мира мы уже будем смотреть на всех людей с черным цветом кожей как представители негроидной расы, отличая от других. То есть в одном случае мы всех определяем в одну категорию негра, скажем, а в другом случае мы замечаем, к какому племени кто из них относится. Если мы смотрим изблизи, то значит мы замечаем мелкие различия, если мы смотрим издалека, мы различаем только самые общие признаки и общие различия, которые есть между группами людей. Так вот, цивилизация это наиболее широкие общности, которые образуются на основе исторически сложившегося единства, ряда социокультурных признаков, в основном, в очень большой степени под влиянием основных мировых религий. На протяжении столетий религия определяла все стороны жизни человеческого общества. Поэтому люди, которые приезжали к одной и той же религии, постоянно между собой общались и взаимодействовали, несмотря на национальные различия. И наоборот, люди, которые приезжали к разным религиям, были разделены религиозными барьерами, что мешало их общению. В итоге что получилось? Там, где была общность религиозная, там сложились определенные схожие черты общественных отношений, институтов, традиций. Там, где эти различия, наоборот, имели место, где были барьеры, это стало проявляться в различиях в общественной жизни, что в итоге закрепилось. В итоге, одни народы похожи друг на друга, потому что они имеют общие корни, общую основу. Другие, наоборот, различаются, потому что у них основы различные. Всего Хантингтон выделил в мире конца 20 века 8 основных цивилизаций. Это западная или западнохристианская цивилизация, которая охватывает страны и народы западной и центральной Европы, Северная Америка, а также некоторых других регионов мира. Это православно-славянская цивилизация, которая охватывает страны, традиционно исповедующие православную версию христианства, причем значительная часть из них в этническом отношении относится к славянам. Это Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, Сербия, Македония, а также Греция, Румыния и другие страны, где традиционно было распознанено православие. Это исламская цивилизация, охватывающая страны народа в Северной Африке, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии. Индийская или индуистская цивилизация, охватывающая Индию и ряд соседних территорий. Индийская цивилизация, охватывающая Японские острова, Японию. Буддистско-конфицианская цивилизация, охватывающая Китай и соседние страны Восточной Азии. Латинамериканская цивилизация, охватывающая страны народа Южной и Центральной Америки. И, наконец, африканская цивилизация, охватывающая страны народа Центральной Южной Тропической Африки. В одних случаях в основе цивилизации лежат мировые религии. Это касается западно-христианской, православно-славянской, исламской цивилизации. В другом случае это синтез одной из мировых религий и светского социально-политического учения, что касается буддистско-конфицианской цивилизации, потому что народы Китая и соседние страны долгое время испытывали влияние как буддизма, так и особенно конфицианства, которое определяет многие стороны общественной жизни этих стран. Поэтому эти страны стали между собой похожи, в них есть схожость общественных институтов и отношений на протяжении длительного времени. Некоторые цивилизации возникли в силу исторических обстоятельств, например, японская цивилизация. Япония всегда имела отличия от соседних стран Восточной Азии, поскольку расположена на островах. Но вплоть до середины 19 века развитие Японии и соседних стран было все-таки во многом схожим. Однако в 60-е годы, в 19 веке Япония вступила на путь модернизации. Раньше других стран соседнего региона прошла по этому пути, и поэтому в середине 20 века стало защитно отличаться от соседних стран. Вот это синтез самобытности японской культуры в целом, как от странного государства. Плюс к этому иной вариант развития последнего столетия определили то, что японская цивилизация имеет отличие от остальных и выделяется в качестве самостоятельной единицы в цивилизационной структуре мира. Латинамериканская цивилизация выделяется, опять же, в силу исторических сложившихся обстоятельств. С одной стороны, народы Латинской Америки говорят преимущественно на языках романской группы в испанском или португальском Бразилии. Практически все население Латинской Америки – это верующие католики. Но языковые и религиозные признаки в данном случае не являются единственными. Латинская Америка населена тем, что это становятся выходцы из Европы, их потомки, а с другой стороны – коренное индейское население. В разных странах пропорция между выходцами из Европы и индейцами различна. Скажем, если в Перу 90% населения – это даже больше, почти 95% – это чисто индейцы, а в Боливии – почти 99%, то в Аргентине почти 100% – это потомки выходцев из Европы. Но тут важно другое, наверное. Важно то, что Латинская Америка 150 лет последних развивается по своему особому пути. Эти десятилетия, столетия определили особенности Латинской Америки по отношению к другим регионам мира. Латинскую Америку мы не спутаем ни с Европой, ни с Азией. Издали, она выглядит как единое целое, отличное от того, что есть в других регионах мира. И здесь эти все признаки, и католическая религия, и испанский, и португальский язык, индейский, и европейский корни приплетаются с самобытным путем общественного развития, который имел место последние десятилетия, столетия, и дал некую новую цивилизационную общность. Африканская цивилизация. Это страны и народы, которые в своем социально-экономическом развитии отстали от большинства других регионов мира. Но африканская культура самобытна, она имеет глубокие корни. Африканские народы в большинстве своем исповедуют местные религиозные культы, хотя формально многие из них являются либо мусульманами, либо христианами. Африка тропическая на протяжении многих десятилетий была зоной колонийных владений европейских государств. Вот все это вместе определило особенности африканского континента, которые проявляются в экономике, в политике, в международных отношениях, которые позволяют эту цивилизацию выделять в качестве отдельной самостоятельной. Цивилизационные различия имеют место по Хантинтону, они были всегда. Но в 20 веке, по мере роста роли идеологии, они стали уходить на задний план. Во второй половине 20 века государства различались по тому, к какой системе политической и экономической они относились. Были государства социалистические, капиталистические, развивающиеся страны различной ориентации. Это все проявлялось и в политике. Но в 90-е годы эти различия уходят в прошлое. И на этом фоне обнаружилось различия более глубокого свойства, которые были всегда, но которые раньше были незаметны. Страны стали различаться по тому, какой цивилизации они имеют. Имеют отношения. Почему это, в чем это выразилось по Хантинтону? В том, что в начале 90-х годов проявился так называемый синдром братских стран. Когда отношение к странам конфликта, конфликтной ситуации являлось цивилизационной принадлежностью. Это он подтверждает примером конфликта в Боснии и Герцеговине. По Хантинтону православные государства России или Греция, например, проявляли большую симпатию к сербам. Западноевропейские государства к хорватам и славянцам, католикам. А мусульманские и исламские государства оказали поддержку боснинцам и мусульманам даже вопреки санкциями организации объемных наций. Отношение к странам конфликта являлось к тому, к какой цивилизации то или иное государство относится. Синдром братских стран по Хантинтону стал проявляться в этих событиях. С другой стороны, сами конфликты происходили именно там, где имело место соприкосновение цивилизаций между собой. Там, где цивилизации непосредственно примыкают друг к другу, там на линии эксплуатационного разлома эти конфликты стали происходить. Кавказ, Балканы, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, везде, где цивилизации сходятся, там зона конфликтов и обнаруживается. Но это то, что имело место в начале 90-х годов. Это первые признаки того, что наступает эпоха цивилизации. Эпоха цивилизации в мировой политике. В будущем по Хантинту это будет сказываться в большей степени. И вот на 21 век Хантинтон прогнозировал усиление конфликтности по линии Запад-не Запад. Западная или западно-христианская цивилизация охватывает лишь десятую часть населения мира. Но одновременно страны этой цивилизации контролируют большую часть мировых ресурсов. На долю стран Запада приходится большая часть экономического, политического и военного потенциала мира. Это явное неравенство, которое стало следствием развития последних столетий. Доминирующее положение Запада вызывает недовольство в незападных странах. Это недовольство ложится на цивилизационные различия, которые есть между Западом и незападными странами. И значит, может стать пищей, почвой для возникновения и обострения конфликтных ситуаций по линии отношений Запад-не Запад. В своей книге Хантингтон прежде всего обращает внимание на отношения по линии Запад. Западная цивилизация – исламская цивилизация и западная цивилизация – буддистско-конфуцианская цивилизация. Отношения между западной цивилизацией, западно-христианской цивилизацией и исламской цивилизацией в наибольшей степени привлекали внимание Хантингтона. Причем это имело место до известных событий начала 21 века, когда обострилась проблема исламистского терроризма. На что обращал внимание Хантингтон? На то, что отношения христианства и ислама сами по себе являются сложными. Ислам и христианство – две мировых религии, очень схожих между собой, но имеющих существенное различие. Ислам и христианство претендуют на экспансию, на расширение своего влияния. И эта экспансия часто сталкивалась между собой. В истории отношений христианства и ислама были такие события, как завоевание маврами-мусульманами Пиренейского полуострова. Конфликт христиан-мусульман. Потом борьба за освобождение Пиренейского полуострова от маврского завоевания реконсиста. Затем крестовые походы, которые предпринимали европейцы, когда крестоносцы в святую землю, населенную уже к тому времени арабами-мусульманами. Борьба между крестоносцами и арабами в Палестине. Затем возвышение создания и возвышение Османской империи, которая родилась на руинах Византийской империи. Это завоевание турками в большей части в Юго-Восточной Европе. Турки доходили даже до Вены, ее осаждали. Потом имели место колониальные захваты европейских государств в Африке, в Азии, в странах, в территориях, где живут мусульмане. В 20 веке имелось национальное движение, которое часто проходило под исламскими лозунгами. Здесь Хантин вспоминает, например, Алжир, Дудии, территория, где действительно национальная борьба часто разворачивалась под религиозными знаменами. То есть вся история на протяжении веков говорит о различных конфликтах, которые имели место. Значит, сами по себе отношения непростые, которые потенциально конфликтные. А теперь же они на что накладываются? На то, что западные страны контролируют немалую часть ресурсов, которые имеют место в исламских странах. Их используют. Западные страны поддерживают в арабо-израильском конфликте Израиль. Что вызывает недовольство среди мусульман. При этом западная, западно-христианская и исламская цивилизации непосредственно с реальным миром собой соприкасаются в зоне бассейна Средиземного моря на Ближнем Востоке. Значит, здесь есть потенциал конфликтных ситуаций, прямых столкновений, о чем свидетельствует опыт начала 90-х годов. Вот, значит, Хантингтон анализирует бурю в пустыне, операцию, которая проводилась против Ирака. А до этого еще и вызов, который Саддам Хусейн бросил всему, в том числе западному миру. Значит, здесь что? Конфликт, в котором есть элемент председания Запада и исламского мира. Тем более, что если исламские государства поддержали западную коалицию, то арабская улица поддерживала Саддама Хусейна. И в этом Саддам Хантингтон видел то, что цивилизационные, так сказать, факторы здесь уже проявляются, будут проявляться в будущем в большей степени. Что здесь может быть по Хантингтону? По его мнению, происходила уже в конце 20 века дивестернизация элит исламских и арабских стран. В середине 20 века шел обратный процесс. В процессе модернизации многих стран Востока шло заимствование европейских и западных ценностей. Особенно провелось на углеводороне элиты. Представители элиты получали образование в странах Запада. Часто переориентировались на западные ценности. Многие арабские и исламские страны в 50-е и 60-е годы начали копировать западный опыт. Но затем по Хантингтону происходит обратный процесс. Начинается возвращение к корням, к истокам. Начинает расти влияние исламского фонументализма. И начинается процесс дивестернизации элит. В чем он выражается? В том, что даже люди, проучившие образование на Западе, зачастую начинают искать свои истотии в прошлом, в традициях. Во многих исламских странах поднимают голову сторонники исламского фонументализма. Если в 50-е и 60-е годы шел процесс сближения правовых систем арабских стран с европейским, то начинается возврат к шариату. Вот это все свидетельство того, что идет возвратный процесс. И на этом фоне могут появиться лидеры антизападного толка, которые могут бросить вызов Западу. То есть власть может перейти к лидерам антизападного характера, которые мобилизуют население на основе традиционных ценностей и превосставят себя Западу топчатым путем прямого военного столкновения. А если в исламском мире появится ядерное оружие, то это может вызвать еще большие последствия. То есть Хантингтон исходил из возможности чего? Прямого межгосударственного конфликта между исламским миром и Западом по образцу того, что было в начале 90-х годов, типа Саддама Хусейна, типа Ирана. Волну терроризма исламистского он не прогнозировал. Хантингтон одновременно с исламской опасностью для Запада видел опасность буддистско-конфицианскую. Ну, понятное дело, что он сводил ее к китайской угрозе. В каком плане? По мнению Хантингтона, Китай, вступив на путь реформ, постепенно меняет свою политическую и экономическую систему, прежде всего, быстро развивается. Но Китай может перестать быть коммунистическим, но от этого не станет западным. Цивилизационные основы у вас становятся другими. А у Китая и Запада могут возникать в будущем противоречия по многим вопросам, спор и борьба за ресурсы, что на фоне цивилизационных различий может привести к крупному конфликту. То есть, возвышение Китая для Запада потенциально представляет тоже угрозу, на которую нужно обратить внимание. Тем более, что по Хантингтону, возможно, вполне сотрудничество между исламскими странами и Китаем, что, по мнению его, опять же, говорили такие факты, как помощь Китая в уничтожении ряда программ военного характера Ирану и ряду арабских стран. Значит, вот здесь опасность, на которую нужно обратить внимание. Исходить от того, что Запад при себе в своем могуществе составляет лишь ничтожную часть всего человечества и в будущем может столкнуться с серьезными вывозами страны, не западных стран. В связи с этим, по Хантингтону нужно было предпринимать срочные меры, которые он и приложил вниманию. Так, ну что, значит, на этом у нас время, сегодняшнее стекло. Значит, мы прерываемся, чтобы в следующем занятии, с этого момента, с того, как видел Хантингтон выход из ситуации, в которой может оказаться Запад в 21 веке, и что на самом деле в мире происходило и происходит, как можно оценивать концепцию Хантингтона с позиций сегодняшнего дня.